Девушки, вы же делаете депиляцию, правильно? Ну, это правильно, это же гигиена. Депиляцию ног, рук, кто-то груди. И еще, конечно... И еще есть такая, понимаете, как депиляция зоны бикини, да? Ну, это нормально, это гигиена, да? Меня в этой истории напрягает только одно. Почему это называется стрижка? Интимная стрижка. Прям стрижка, да? Вот прям стрижка. Вот ты приходишь такая, садишься. Так, садишься. Тебе такую штуку одевают. Тут закалывают. Так это выглядит. Нет? Мы будем, да, я дома помыла так дешевле. Беременные женщины, они прекрасны, знаете? У них вся кровь оттекает к животу, поэтому к мозгу поступает всегда чуть меньше крови, чем нужно. И поэтому они всегда чуть-чуть такие под кайфом. Они такие... Пойду понюхаю бензин. Покушаю землю. Они же всегда такие. В детстве я рылся в мусорке, чтобы найти игрушки. Один раз я нашел колоду карф. Там были изображены девушки. Помните такие? Помните, да? Поаплодируйте, да? Если вы помните, да? Это шикарная колода. Там было 29, потому что это на мусорке я нашел, да? Ну, нам было без разницы, потому что там никто не играл, чтобы выиграть. Там могли быть такие ходы, типа, семерка пики. А, Миру, это мое. Там был самый хитрый, который в конце целая колола сидел. Он такой... Да, я проиграл! Здравствуйте, ребята! Добрый вечер! Вот знаете, у всех есть такой друг, дурак неадекватный, который ничего не понимает. Поаплодируйте, у кого есть такие друзья? Вот вы не аплодировали, да? Вот вы не аплодировали. У вас нет такого друга. Ну, я думаю, вы и есть такой друг. Я работаю в больнице, и там очень скучная, рутинная работа. Все, все время одно и то же. Вот, чтобы вы поняли, насколько у нас там скучно. Когда к нам пришел лечиться Кейт, вот это было прям событие, понимаете? На него ходили смотреть из других отделений, там... На него придумывали какие-то небылицы. И вот самое главное небылица, то, что он подкатывает, как всем массажистам-мужикам, да? И он попал ко мне в смену. Я очень нервничал, думал, что будет, как себя вести, как что делать, да? Но я сделал ему массаж, он оделся и ушел. А я подумал, а что со мной не так, а? Слушайте, мне 31 год, я до сих пор не женат, никогда не был, и... Но мне все говорят, что пора жениться, да? 31 год, все говорят, пора жениться. Мне говорят моя мама об этом, моя девушка. Мой травмлетний сын мне об этом говорил. На самом деле, это шутка. У меня нет девушки. И я вам объясню, почему я не женат. Я не женат, потому что я очень жадный человек. Я очень жадный человек. Я вам объясню подробнее. Если моя девушка, с которой я просто встречаюсь, придет ко мне в гости, скинет в себя платье и скажет, смотри, какое пруживное белье я купила для тебя, я буду рад. Я буду рад, я сорву с нее это белье, а мы с ней займемся там любовью. Логично, да? Если моя жена придет домой, скинет в себя платье и скажет, смотри, какое кружевное белье я купила, я буду думать, сука, сколько оно стоит. Я буду максимально аккуратно его снимать. Максимально. Я его сниму, сложу в коробочку и отнесу в магазин. Если в магазине не примут, я напишу в потребитель УЗ. За фарха широт мне вернет деньги. Я все время завидую детям, которые в детстве говорили, что их нашли в капусте, их подбросил айс, потому что они такие ангелы, да? Лично мне говорили, что меня подбросили люлишки. А самое обидное, я не спрашивал, откуда я. Они просто это сказали. Типа... Вот мы идем в гости, кстати, тебя под люлишки подбросили. И знаете, у каждого на работе есть такой человек, который не работает, он тоже получает зарплату. Вот никто его не любит, его любит только директор, потому что в большинстве случаев это преданет директора. Знаете, меня очень раздражают люди, которые дают ненужную информацию. Вот недавно я ночевал у родственников, и они такие, о, здорово, давай, мы тебе на диване постелим. Диван отличный, там раньше дедушка спал. Раньше, понимаете, раньше. Вот что она хочет этим сказать? Что дед может вернуться? Что я теперь новый дед? Но знаете, когда бабушка присела на диван, я прямо испугался, что мне придется быть вместо деда. Вот это было... Это... Пошмар. Больше этого меня раздражают люди, которые задают глупые вопросы. Один раз я шел по улице, навстречу шла парочка, парень с девушкой, и парень спрашивает девушку, «Ты что, прям на поминки, что ли, сегодня пойдешь?» Она такая, «Ну да». Он говорит, «Ты что, там прям так все серьезно, что ли?» Вот просто ты какой реакции ждал? Что тебе на это ответить? «Да нет, там у деда насморк, мы решили отрепетировать, да». У меня на работе есть, знаете, такой человек вопрос. Да я стою в курилке, в руках у меня спички, я их вот так кручу, он подходит. «Что, спички?» «Нет, анализы на всякий случай с собой ношу, вдруг сдать придется, понимаете?» И... Больше всего меня раздражают вот люди нервозные, вот, которые вот везде нервничают. Все вот... Недавно я ходил в обир за справкой, ребята, и там прям собирается просто вот какой-то вот адский котел. Рядом со мной сидела какая-то женщина, и она вот все время скандалила с каким-то мужиком. Все время, представляете? В какой-то момент этот мужик поворачивается ко мне и говорит, «Слышь, успокой свою бабу». И он это так жестко и уверенно сказал, что я растерялся, я не знал, что делать. Я поворачиваюсь к ней, она говорит, «Ты что на меня смотришь, ты меня знать не знаешь». Я поворачиваюсь к нему, говорю, «Она меня не узнает». Спасибо большое, приятного вечера. Спасибо.